В историко-культурном центре прошел творческий вечер поэтессы Ларисы Прошкивской. Встреча получила название «Мелодия на струне соль» по одноименному сборнику стихов автора. «Время рождения фуг, зорь открывается шлюз, север сливая и юг, в многоголосие союз». Лауреат российских и международных литературных премий Лариса Прошкивская приехала в «Видное», чтобы познакомиться своими произведениями всех неравнодушных к поэзии жителей округа. Автор пяти книг признается, что хорошо знакома с нашим городом, но выступает тут впервые. «Писать, наверное, я начала очень рано. Другой вопрос, как я относилась к тому, что я пишу. Относилась я к этому очень плохо и считала, что я писать не умею. Мне очень помог мой отец, он профессиональный журналист, и он в свое время мне сказал, что обратитесь к Валентину Расовичу Белецкому. И Валентин Расович Белецкий, его друг, филолог и тоже журналист, он мне очень сильно помог в том плане, что я осмелела, обнаглела и стал писать». Своё стихотворение Лариса читала под аккомпанемент пианистки Натальи Терёхиной. «Я знаю Ларису давно, а пианистка – это моя дочь, поэтому я здесь не случайно. Вот, и очень оттаяла душой, я сижу с внучкой, целыми днями занята, и поэтому сейчас я получу огромное удовольствие, удовлетворение, и вот насладилась и нашей русской природой, и нашими русскими талантами». Благодаря музыкальному сопровождению зрители смогли насладиться не только красотой художественного слова, но и произведениями великих русских композиторов Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и Петра Чайковского. «Ну, мне музыка понравилась, а стихи вот я вот плавала, летала». «Живое поэтическое слово, сопровоздаемое музыкой, как это было от веку, от античности, муза, арфа, да, оно вместе в соединении производит такое же сильное впечатление, как и все современные виды искусства». Идея организовать концерт Ларисы Прошкивской в Историко-культурном центре принадлежит методисту Наталье Замариной. После посещения презентации книги Наталья Феликсовна решила пригласить поэтессу «Видне», и Лариса с радостью согласилась. «Такой большой праздник, что мы даже этого не можем осознать до конца, насколько это здорово, что все это состоялось, и я очень надеюсь, что, может быть, это будет иметь какое-то продолжение для нас». В дальнейшем Историко-культурный центр планирует продолжать сотрудничество с Ларисой Прошкивской. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова